Кошмар какой! А если она взорвется сейчас? А зад надо куда-то что-нибудь сделать? Ужас! Прям вообще пылает! Сегодня утром 8.10 в предрассветном сумраке на сортировке на перекрестке пехотинцев Бебеля столкнулись Деу Нексия и темный мини-вен. Пежо-партнер. На французский манер больше похожий на наш каблучок. Последний от удара в правый бок. От возмущения не по-партнерски заскочил на придорожный поребрик и лишь чудом не бортанул ажурный забор, ограждающий газон от проезжей части. А вот бедолаге Нексии пришлось не сладко. Легковушка вспыхнула словно спичка прямо на перекрестке. По свидетельству очевидцев, из салона разбитой Деу выскочили водители-пассажирка, которая некоторым очевидцам показалась женщиной в интересном положении. Возможно, потому что она держалась рукой за ушибленный живот. Пострадавшую женщину, на всякий случай, карета скорой увезла в 24-ю больницу на обследование. Свидетели утверждали, что водитель легковушки выхватил из багажника горящего авто огнетушитель. Но пены в нем оказалось слишком мало. И рулевой, отбежав от пылающей Нексии, положился на судьбу. Может, оно и к лучшему. Обошлось без ожогов. И, кстати, на этот раз деятельных сердобольцев с огнетушителями в руках, в отличие от проезжавших мимо автозевак с видеорегистраторами, под рукой не оказалось. И опаленную легковушку потушили огнеборцы. После аварии предположительный водитель «Пежо» от комментариев отмахнулся. Рулевой Нексии в ответ на расспросы репортеров тоже был, мягко говоря, немногословным. Вы за рулем Нексии-то были, да? Да, а что? Я не буду комментировать. Почему? Более подробно о случившемся поведал паренек по имени Манас. Судя по его словам, в момент аварии он сидел на заднем сиденье Нексии, уткнувшись в мобильный телефон. И очнулся, когда автомобиль вспыхнул. После удара загорелось или раньше? Ну расскажи об этом, вот как удар-то произошел? Удар ты не видел, да? Сзади сиденье сделал. Машина загорелась, что делать стали? Как? Машина загорелась, что делать стали? Ну сбежали. Впушители не пытались? Впушители не пытались. Все сделали, но не осталось там внутри. Из-за жаркого во всех смыслах дорожного побоища сортировка моментально погрузилась в удушливый мрак. Спешившие на работу автоимущие сограждане и согражданки, естественно, застряли в пробках. Даже трамваи на Бибеля на время остановились. По свидетельству предрассветных очевидцев, дымом затянуло всю округу. На полкилометра никак не меньше. В ГИБДД обещали уточнить обстоятельства ДТП, но позже.